Здравствуйте! Давайте рассмотрим несколько примеров на использование теоремы о биссектрисе. Вот первый треугольник. Сказано, что эта сторона у него равна 3. Это 6. А вот эта пунктирная линия однозначно является биссектрисой, так как показано, что этот угол равен этому. Также сказано, что верхняя часть этой стороны равна 2, от этой точки до этой. А нижняя часть равна х. В задаче надо найти этот х. Теорема о биссектрисе говорит нам о том, что отношение 3 к 2 равно 6 к х. Давайте решим уравнение относительно х. 3 к 2 равно 6 к х. Мы можем перемножить все крест-накрест, а можем умножить обе стороны уравнения на 2 и на х. Перемножив все, получим 3х равно 12. А х равен 4. Т.е. эта часть стороны равна 4. И это интересно, так как теперь мы знаем, что вся сторона треугольника равна 6. И даже не глядя на треугольник, мы можем сказать, что он равнобедренный. Одна сторона равна 6 и другая, а основание равно 3. Интересно. Во втором примере нам дано, что эта сторона равна 5, это 7, а вся нижняя равна 10. Также у нас есть биссектриса верхнего угла. Нужно найти левую часть основания от этой точки, давайте назовем ее А, до этой, В. Т.е. надо найти длину АВ. Снова обратимся к теореме о биссектрисе. Согласно ей, отношение стороны равной 5 к стороне равной х… давайте напишу это другим цветом… 5 к х равно отношению 7 к этой части стороны. А чему она равна? Если она вся равна 10, то правая ее часть будет равна 10 минус х. Значит, соотношение будет таким… 5 к х равно 7 разделить на 10 минус х. Перемножим крест-накрест и получим… 50 минус 5х равно 7х. Прибавим 5 к обеим частям уравнения. Получим 50 равно 12х. Следовательно, х равен 50 разделить на 12. Или же 25 разделить на 6, если мы поделим на 2. 25 разделить на 6. Или… или 4 целых… так как 24 разделить на 6 – это 4. 4 целых и 1 шестая. То есть длина левой части основания равна 4 целых… ой, извините, нет, а вот эта… 4 целых и 1 шестая. А правая тогда будет равна 10 минус 4 и 1 шестая. А именно получится 5 целых и 5 шестых. Пока что все. До встречи!